Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как повторный мазок после лечения. Ну, действительно, любое лечение, в том числе венерологических инфекций, урологических заболеваний, нужно контролировать его эффект спустя какое-то время. Какие же вообще анализы применяются в виде мазочка и когда, спустя какое время вообще контролируется мазок? Ну, во-первых, возьмем, к примеру, половые инфекции, особенно скрытые, такие как холомидии, микоплазмы, уреоплазмы и так далее. Так называемый ПЦР-мазок или мазок с помощью полимеразно-цепной реакции. Считается, что лучше дождаться, когда обновлена вся внутренняя выстилка мочеполового тракта, то есть весь эпители мочеполового тракта. Примерно это происходит спустя 15-20 дней. Поэтому лично я рекомендую сдавать контрольные анализы спустя 21 день. Как правило, в таких случаях уже не бывает ложноположительных реакций. Откуда могут быть ложноположительные реакции ПЦР? ПЦР-анализируется или полимеразно-цепной реакции, еще раз напоминаю, она может показать как живые, так и мертвые возбудители половых инфекций. Именно поэтому при наличии ДНК даже мертвых половых инфекций, особенно внутри клеток эпителия, может быть ложноположительным такой анализ. Следующий анализ – это анализ посев. Посев на обычные бактерии с помощью мазочка. Чаще всего он берется в такую пробирочку и смотрится. Как правило, в уретре часто обитают энтерококки, кишечные палочки, стафилококки и так далее. Соответственно, посев может осуществляться как отделяемой уретры, так и секретной приставки железы. Такой посев обычно я делаю спустя 10-14 дней от момента окончания приема антибиотиков. От 10-14 дней до месяца такой контроль также осуществляется. Все-таки бактерии обычные, как правило, живут на болезни эпителия, поэтому полной смены вот этого эпителия мочеполового тракта, как правило, ждать не обязательно. Поэтому такой анализ может браться быстрее. То же самое и что касается обычного мазочка на флору или мазка на стекло. Он показывает лейкоциты, гонореи, трихомониаз и берут его обычно через 10-14 дней после лечения. Можно брать позже, но раньше вот таких сроков после лечения брать все-таки его, я считаю, не имеет глобального смысла. Поэтому всегда берите контрольные мазки после любого урологического и универсического лечения, всегда используйте презервативы или воздержание от полового акта до отрицательного контрольного анализа именно на те инфекции, которые были у вас до лечения, именно на те воспалительные изменения, которые были у вас до лечения. Вот на них как раз и берутся контрольные мазочки. При необходимости сдачи любых анализов на половые инфекции, на урологические заболевания, в том числе мазков после лечения, обращайтесь в нашу клинику платной КВД в Москве к опытным венерологам и пневморологам, которые владеют безболезненной методикой забора мазочков и полным спектром анализов на венерологические и урологические инфекции из мазков мужчин и женщин. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.